ребята всем привет с вами даша и сегодня я хочу закончить работу над танком м26 першинг его ждет нанесение фильтров а также работа с кистью придется окрасить катки в черный цвет а также не забыть пулеметы антенки мы посмотрю что еще вы немножко грязи ну так чуть 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 и перед тем как мы начнем не забывайте подписываться на мой канал ставьте лайки пишите комментарии загляните в мои социальные сети а также во время работы вы можете послушать некоторые интересные факты об этом танке и так начнем один из дней 1945 года когда на вооружение американской армии поступил тяжелый танк м-26 ознаменовал собой завершение конструкторских работ начатых в 1938 году с разработки среднего танка м2 вместе с тем этот день стал отправной точкой в развитии новой концепции которая впоследствии привела к созданию серии танков м60 основных боевых танков 60-х годов история танка м26 началась в 1942 году когда министерство вооружения получило согласие службы материально-технического обеспечения армии на дальнейшее развитие среднего танка т-20 новая машина рассматривалась как очередной шаг на пути уж совершенствования серии м4 но служба материально-технического обеспечения рассчитывала использовать его для проведения сравнительных испытаний вооружения образцов трансмиссии и подвески сначала были построены 13 моделей средних танков т-20 т-22 и т-23 на которых была испытана 76 миллиметровая пушка различные виды трансмиссий например электромеханическая трансмиссии использовавшаяся на тяжелом танке м6 и подвесок в том числе подвеска танка шерман затем были разработаны два тяжелых танка т-25 и т-26 оснащенные новым 90 миллиметровой пушкой т-7 и двигателем ford g и н с электрической трансмиссии несколько больше приоритет получил танк т-26 модель т-26 е1 оснастили двигателем ford g и f с гидравлической коробкой передач установлены последовательно с демультипликатором такая трансмиссия обеспечивала три передачи вперед и одну назад и получила название торгматик ходовая часть имела торсионную подвеску и гусеницы шириной 61 сантиметр башня танка была литой а корпус состоял из литых и катанных броневых деталей в полном соответствии с этим заявлением министерство вооружения развернула программу усиления броневой защиты танков шерман повышая надежность их силовой установки и части а также совершенствование тактических приемов боевого применения генеральный штаб танковых войск принципиально выступал против тяжелых танков опираясь на армейский устав которая ограничила размеры танков габаритами и грузоподъемностью переправ и мостов наводимых инженерными войсками на что некоторые оппоненты резонно возражали говоря что немецкую армию это нисколько не смущает тем не менее сухопутные войска заказали 1000 танков т-26 вооруженных 76 миллиметровой пушкой и 7000 более легких т-25 оснащенных 75 миллиметровым орудием с одной стороны генеральный штаб танковых войск не хотел не т-26 не т-25 а требовали машину с 90 миллиметровой пушкой на модификации т-26 е 2 стояла 105 миллиметровая гаубица лафет который был взаимозаменяем с лафетом 90 миллиметровой пушкой но наилучшим компромиссом по мнению министерства вооружения стала версия т-26 е 3 командование сухопутных войск предложила приостановить стандартизацию до тех пор пока их коллеги из танковых войск не будут удовлетворены предлагаемой им машиной и не объявит ее пригодной для принятия на вооружение гордиев узел разрубил министр обороны сша отправив на европейский театр военных действий 20 танков это так называемая операция зепра выявила высокие боевые качества танков т-26 е 3 поступивших на вооружение 3 и 9 танковых дивизий после этого началась стандартизация и серийное производство новых танков интересен следующий факт в июне 44 года командующие американских армий воевавших на европейском театре боевых действий направили вашингтон доклад в котором сообщили что они испытывают потребности в танках с пушками калибра 75 и 76 миллиметров но хотели бы иметь на вооружении своих частей машины с 90 и 105 миллиметровом орудии соотношение один к трем такой подход как нельзя лучше иллюстрировал существующие в 1944 году взгляды на роль танков современной войне но противоречил официальной военной доктрине рассматривающие танки прежде всего в качестве средства борьбы с танками противника в январе 1945 года т-26 е 3 был стандартизирован под обозначением тяжелый танк м-26 и получил название першинг в память о генерале джоне першинге основавшим американский танковый корпус в годы первой мировой войны в то же время танк т-26 е 2 вооруженный 105 миллиметровой гаубицы получил обозначение м-45 и был принят на вооружение в качестве танка непосредственной поддержки пехоты спустя совсем немного времени классификация першинга была пересмотрена и он перешел в категорию средних танков с этого момента началось его массовое производство которое еще долго продолжалось после окончания второй мировой войны м-26 появился слишком поздно чтобы серьезно повлиять на ход боевых действий он широко использовался в корейской войне и в дальнейшем поставлялся во многие страны мира как это обычно бывает с удачной машиной першинг послужил базой для создания целого семейства специальных машин тяжелую боевую группу должны были входить 8-дюймовая самоходная гаубица т-84 240-миллиметровая самоходная гаубица т-90 8-дюймовая самоходная артиллерийская установка т-93 бронетранспортер подвощик боеприпасов т-31 и бронированная ремонтная машина т-12 кроме того были разработаны огнеметный танк версия грузового бронетранспортера и боевая саперная машина на базе шасси м-26 предлагалось создать также минный тральщик как уже говорилось выше м-26 положил начало новому поколению танков первые представители которого представляли собой усовершенствованные першинги обладающие более высокой огневой мощью в результате модификации пушки и силовой установки появился средний танк м-46 первое семейство паттонов который сохранил тем не менее посредственную форму башни своего пришественника серия т-26 дала начало созданию других тяжелых танков т-29 т-30 32 и т-34 т-30 был вооружен 155 миллиметровой пушкой стрелявший боеприпасом нового типа но его доводка была прекращена когда стало ясно что машина такого рода будет иметь отрицательную удельную мощность по этой же причине были свернута работа над танками т-29 т-32 и т-34 пиршинги еще остаются в строю их в наши дни можно пересчитать по пальцам зато обязаны ему своим появлением многочисленные м-47 м-48 и м-60 стоят на вооружении армии многих стран мира и может быть именно поэтому пиршинги не забудут еще одни скоро а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пока-пока DimaTorzok